здравствуйте кто старший позовите его вычел секретарь его я сказал позовите начальника все так на каком основании то что я хочу с ним переговорить как у вас работает кпп кпп как у вас работает почему вы не открываете шлагбаум ни на въезд не на выезд вы спите или что а вы представили перед кем там слизного фон обосну и говорю обосну и говорю обосну и говорю обосну и покажи мне распределение у кого руководство придавал должен отчитываться обосну еще тебе раз говорю давай я не грублю я не грублю не грублю рюк я попросил обосновать обосну обосну и отчитываться должен перед ним совсем их прихуели блять и взять высиживать пока очередь не создастся при начальника сюда зови пускай он обоснует подъехал к шлагбауму всегда без проблем машина подъезжает шлагбаум открывается все подъехал никто не открывает ну думаю ладно там загулялись там еще может быть что-то ну бывает оказывается а он сидит и специально ждет когда выйду из машины чтобы нажать кнопку что-то ему сказать куда я еду не прихуел ли этот товарищ пускай обосну и покажут меня распоряжение руководства перед темно должен отчитываться туда больше ехать некуда как только как на склад блять домофон блять есть какой нахуй домофон ты куда блять смотришь блять машину выпусти блять начальника себя хотят возобновить блять вахтер блять сюда присел блять начальника завидовать сюда на каждом месте блять каждый хочет из себя шишку почувствовать блять уже блять говорят шлагбаум поднимаем опускай блять уже уже на этом хотят блять ебать мозги людям скоро блять я не знаю уже из него будет высасывать блять обновь по ебать народу я еще раз объясняю каждый день есть непонятного какой смысл не открывать было мне шлагбаум зачем вы специально создали очередь потому что вы нажимали поставили вас мы ушли и парковали этого дела не ушли но нельзя этого дня здесь причем мама и владимир владимирович хотел бы с вами пообщаться смотрите очень сильно раздражает меня вещи а именно когда некие люди данном случае буду говорить про вашего работника чувствую там какую-то власть безнаказанность начинает руководить непонятно чем предъявите мне требования пускай ваше внутреннее пускай будет это внутреннее требование вашего генерального директора ебать мозги клиентам правого терминала предъявите я это так так оцениваю предъявите распоряжение дожанскую рунку что угодно объявление что я должен выходить из машины и докладывать о своем прибытии отчитываться перед чем-то просто пиви предъявите все если у вас есть такое распоряжение к вам никаких вопросов нету если нету пожалуйста разберитесь с вашими подчиненными чтоб они этого больше не делали да смотрите установили шлагбаум на вызовой терминал для того чтобы вдоль от шлагбауна до кпп номер один непосредственно не оставляли машины можно нас перебью неинтересно меня это никак не касается меня касается только территория вот начиная от шлагбауна можно вас перебью не касается вы не должны ему что-то отчитаться уже вас не говорит там предъявите мне просто квадре я же понятия не имею что он где он находится я не телепат я подъехал шлагбаум закрыт жду когда он откроется даже не просто я я думаю ну что смысл мне звонить на домофон если человек куда-то отошел но я думаю подожду оказывается он никуда не уходил оказывается он видел эту ситуацию я вам объясняю у меня больная спина и он не понял нет нет мне не надо понимать я объясняю я из машины стараюсь не выходить у меня больная спина это я прекрасно понимал как человека я вас по все давайте николай и закончим на эту беседу переговорите с вашим человеком моя машина ладо ларгус серого цвета ваш человек сказал что это распоряжение руководства либо он клевещет на ваше руководство либо на самом деле руководство это распоряжение вынесла но до нас потребителей не довело потому что если это распоряжение есть что я должен отчитываться да тогда мы имеем право обратиться в суд и обжаловать просто когда вот домофон обычно говорят я понял что не бывает ничего по роста понимаете не бывает я вот лишний раз не хочу ничего говорить и потом я могу обмануть понимать я не хочу вообще это вот вмешательство малючную жизнь вот допустим в частную жизнь в трудовую жизнь как угодно почему я должен кому-то не говорить что я еду на склада кому-то кудил куда я еду я обычно говорю по делам ну люди обычно говорят как по делам по каким делам начинать непонятные вопросы просто конкретная цель визита до кота цели этого визита они спрашивают конечную точку куда вы не за это не корректно это не корректно понимаете увидели что подъехала машина все откройте я заехал до своего выпуска сделал выехал а куда я там ехал это никого не интересует если туда проеду значит у меня есть основа не туда проехать если основание туда нету проехать мне просто там на кпп не пустят вот и все то есть здесь нет никаких вопросов почему попросить это за цепочки перед всеми отсчитываться я вообще это не понимаю хорошо не отчитываться рассказывать докладывать объяснять открывали просто шлагбаум в этот машины бросали вдоль дороги и люди спокойно улетали нашим груз я каждую неделю несколько раз езжу я такой проблеме не видел мы сейчас стоим очень много машин проезжает физически всех машин не запомнить ладно вы мою точку зрения услышали его сказал задача на это же все я надеюсь что как бы вы проведете беседу с вашим учрежденным не только чтобы они не дожидались вот этого скандала когда впереди очередь сзади очередь и и он ждет когда с ним пообщается а при может ему скучно давайте сейчас я пообщаюсь с ним если вы с ним пообщайтесь ну тем более тогда зачем кажется еще в этом искать проблему все всего хорошего до свидания до свидания